Здравствуйте, меня зовут Казина Анна, и моя проектная работа называется «Стоп распространению зависимости среди подростков». Моё приложение называется «Independence», что в переводе с английского имеет два разных смысла. С одной стороны, название можно перевести как «в зависимости», если рассматривать слово «in» как английский предлог. Но если рассматривать «in» как английскую приставку, придающую существительному «dependence» отрицание, то название приложения будет переводиться как «независимость». Слоган приложения звучит как «independence from dependence», что в переводе означает «независимость от зависимости». Хотелось бы сказать пару слов о дизайне иконки приложения. На ней изображена рука белого цвета, сложенная в кулак. Она символизирует человеческую жизнь. Вокруг руки намотана серая цепь, которая мешает ей двигаться в полном объеме. Она символизирует зависимость, которая мешает жить полноценно. Рука сжимает красный ключ, символ получения свободы. Задний фон синего цвета у иконки приложения выбран не случайно. Синий цвет, по мнению социологов, располагает людей к открытому общению. Целью моего проекта является создание приложения, которое предназначено для помощи подросткам, страдающим от алкогольной, никотиновой или наркотической зависимости, а также в привлечении внимания общественности к данной проблеме. Для достижения цели я поставила себе задачи. Задачи, которые выделены цветом, я уже выполнила. 1. Ознакомиться с литературой, которая поможет при написании проекта. 2. Написать печатный текст проектной работы. 3. Провести анонимное онлайн-инкетирование среди подростков и обработать результаты. 4. Сделать макет анонимного чата-помощника для подростков. 5. Сделать свод рекомендаций для подростков, который поможет остановить возникновение новых субъектов, зависимых от запрещенных веществ. 6. Создать видео для проведения классных часов в старших классах, которое поможет подросткам серьезнее относиться к данной проблеме. 7. Сделать анонимный чат для консультативной помощи уже зависимым подросткам. 8. Создать странички-приложения в социальных сетях. 9. Запустить рекламу. 10. Попытаться найти спонсоров. В современном мире, к сожалению, мы все чаще можем увидеть подростков, которые курят, пьют алкогольные напитки и употребляют наркотические вещества. 10. Многие из них совершенно не имеют представления о последствиях такого образа жизни. 11. Но некоторые из них уже осознали, что совершают ошибку. 12. Чаще всего они боятся обратиться в наркологический центр за необходимой им помощью, потому что это может сильно повлиять на их будущее. 13. Однако мы понимаем, если зависимым людям не помогать, то их образ жизни может привести к ранней смерти. 14. На слайде представлена ужасающая картина со статистикой, которая подтверждает, что 60% от всех наркоманов в России – это подростки. 14. Распространение зависимости среди молодого поколения создает устойчивую базу для зависимости во взрослом возрасте. 15. Именно поэтому так важно сейчас изучить причины и пути распространения зависимости среди молодого поколения и создать анонимный чат с консультационной помощью от неравнодушных к ним людей. 15. Я разделила целевую аудиторию приложения на первичную и вторичную. 16. Первичной целевой аудиторией являются подростки, имеющие зависимость в возрасте от 11 до 17 лет. 16. Вторичной целевой аудиторией являются родители подростков, столкнувшихся с пагубной зависимостью. 17. На диаграмме представлено предполагаемое процентное соотношение первичной и вторичной аудитории. 17. Я создала анкетирование через гугл-формы, которое провела среди своих подписчиков в социальных сетях. 18. В анкетировании были вопросы с вариантами ответов и вопросы, на которые надо было ответить самостоятельно. 18. На слайде представлено процентное соотношение ответов респондентов на первый вопрос. 18. Если вы страдаете зависимостью, то от чего? Большинство из них ответило курение электронных сигарет. 19. Второй вопрос анкеты был о возрасте, когда подросток стал зависимым. По результатам мы можем видеть, что группа риска это подростки от 12 до 17 лет. 19. Четвертый вопрос. Знают ли ваши родители о вашей зависимости? 20. Большинство респондентов ответили, что родители не в курсе. 21. По результатам можно сделать вывод, что у большинства подростков, страдающих зависимостью, есть проблемы с доверием в семье. 21. На вопрос, страдают ли ваши родители от зависимости, большинство подростков ответили отрицательно. 22. Это показывает нам то, что не только дети из неблагополучных семей страдают от зависимости. 22. На этом слайде представлены ответы одного из опрашиваемых на все вопросы анкеты. 23. Первый вопрос. Если вы страдаете зависимостью, то от чего? 24. Второй вопрос. С какого возраста вы страдаете от зависимости? 25. Третий вопрос. Существует ли причина, по которой вы первый раз пробовали вредное вещество? Опишите ее. 26. Четвертый вопрос. Знают ли ваши родители о вашей зависимости? 27. Пятый вопрос. Страдают ли ваши родители от зависимости? 28. Шестой вопрос. Расскажите о первом опыте употребления вредных веществ. Где это было? С кем? Ваши эмоции? 29. Я предполагаю, что будущими партнерами моего приложения могут стать медицинские учреждения, наркологические диспансеры и фармацевтические компании. 29. Для привлечения пользователей я создала страничку приложения в социальной сети Instagram. 30. В будущем, если проект будет одобрен департаментом образования, рекламу приложения можно распространять в школьных чатах. 31. Также в будущем планируется договориться с медицинскими учреждениями, чтобы там можно было вешать рекламные плакаты. 31. Сейчас я представила вам часть своей проектной работы. Работа над проектом продолжается. 32. Спасибо за внимание!